Всех приветствую! Я чувствую на расстоянии. Вы когда-нибудь слышали такую фразу или нечто похожее от каких-нибудь людей, которые якобы говорили, что у них есть такая способность, граничащая на грани телепатии? Я чувствую на расстоянии. Или что-то в этом духе. Когда я раньше слышал эту фразу от кого-то, я думал, ну, лично я раньше думал, что с человеком что-то не то, что у него что-то с головой, что по нём плачет психиатрическая больница. Но тогда я ещё не изучал силу мыслей и сам не экспериментировал. И поэтому всё это даже не обсуждалось. Ну и вообще звучало очень смешно. Что-то на грани комедии. Потом я стал изучать силу мыслей. Уже немножко по-другому стал посмотреть на это явление. О том, что я расскажу в этом ролике, я уже давно изучал. И для меня это уже не является какой-то шокирующей новостью. Но, думаю, для большинства из вас наверняка об этом не слышали и не знали. И вам это будет полезно узнать, услышать. А в дальнейшем я ссылки оставлю прочитать. Я вам хочу рассказать об интересном достаточно явлении. Об экспериментальном изучении мысленного внушения на расстоянии. Это очень интересно. Потому что эти эксперименты проводились в СССР. Казалось бы, СССР там как раз именно в это время, эта тема там была очень табуирована, запрещена. Но, тем не менее, в СССР были крупные ученые, которые изучали явления телепатии и проводили эксперименты. И вот именно это мне, я думаю, и вам тоже будет и интересно, и полезно. Хочу обратить ваше внимание на книгу Леонида Леонидовича Васильева. Книга называется «Экспериментальное исследование мысленного внушения». В этой книге вот этот советский ученый Леонид Васильев, психофизиолог, проводит ряд экспериментов по мысленному внушению. И приходит к выводу, что это явление имеет место быть. И что интересно, какие опыты были произведены по мысленному внушению. Первый тип опытов по мысленному внушению другому человеку двигательных актов. Например, внушалось поднять левую руку и потом смотрели на то, какие результаты были получены. Или внушалось поднять левую ногу, или встать со стула, или наоборот сесть на стул. И подобного рода. То есть, были произведены опыты по внушению двигательных актов другому человеку. Это говорит о том, что можно внушать другому человеку двигательные акты. Представляете? Например, в этой книге есть такой эксперимент, Когда индуктор, то есть, человек, который посылает мысль, влияет на перципиента. Перципиент – тот человек, который воспринимает. Цитирую. Мысленно раздражает локтевой нерв левой руки. И далее смотрит, чем этот эксперимент закончится. И человек начинает этой левой рукой локтем ёрзать и двигать и так далее. Достаточно интересный опыт. Но у меня он вызывает улыбку. Это говорит о том, что какие возможности есть у нас с вами, о которых мы не знаем. Далее были там проведены исследования, опыты по мысленному внушению визуальных образов, зрительных. И ещё интересный тип экспериментов внушалось другому человеку пробуждение и засыпание. Представляете? То есть, мысленно один человек влиял на другого так, чтобы тот заснул, а потом, после того, как человек засыпал, после того, как индуктор влиял на перципиента, мысленно так, чтобы он заснул, после этого он точно таким же способом, мысленным, с помощью мысленных команд, будил этого человека на расстоянии. Опять-таки повторю, то есть, опыты здесь имеются в виду на расстоянии, мысленное внушение, невербально, здесь словесно ничего не было. Вот такого рода опыты, я считаю, достаточно интересные. Это очень интересный, ценный материал. Вот такие интересные опыты были проведены в СССР, и мы с вами можем познакомиться с результатами этих опытов. Я считаю, это очень ценная информация. Причём, в этой книге прямо говорится, что, оказывается, самых лучших результатов они достигли по мысленному внушению засыпания, пробуждения. Я бы никогда об этом не подумал, представляете? То есть, вот эти опыты показали себя наиболее ярко и наиболее отчётливо. То есть, согласно вот этим всем исследованиям, человека можно на расстоянии мысленного внушения ввести в какое-либо состояние. В данном случае изучалось мысленное погружение в сон, в гипнотический сон. То есть, это такое некое состояние. Вот кто читал про гипноз знают, да, что чтобы вести человека в гипноз, гипнотизёр там обычно стоит рядом, что-то говорит словесно, но он стоит рядом. И говорит словесно какие-то команды, помогая тем самым погрузить человека в это состояние. И то это не... Там не всё так просто. Там есть свои тонкости, свои сложности. Но чтобы то же самого можно было достичь мысленным внушением на расстоянии, это уже что-то новое. Вот. Так что есть над чем задуматься. Так что вот как во многих духовных практиках говорится о том, чтобы отключить внутренний хаос своих мыслей, вы наверняка об этом слышали, что когда начинаешь медитировать и погружаться в самого себя, то сразу внутри себя чувствуешь какие-то мысли, мысли-образы, какие-то картинки визуальные. И порой кажется, что они не наши. То есть они откуда-то приходят по течению, да, и куда-то уходят. Кажется. Вот теперь в свете этих данных и в свете вот этих экспериментов есть над чем задуматься. Представляете? Я не хочу сказать, что сейчас надо превращаться в некого параноика и бояться, что о том, что все мысли в голове это не мои, кто-то на меня влияет и так далее. Это уже другая крайность. Но, исходя из вот этих опытов, это явление имеет место быть. Это явление изучали, получали определенные результаты, и сам ученый, вот этот Васильев, Леонид Васильев советский, он пришел к выводу, что это явление имеет место быть. Что вот эта возможность, что один человек может влиять на другого с помощью мысли, это явление имеет место быть. Есть над чем задуматься, потому что некоторые авторы по силе мысли утверждают, что мы на других людей не можем, повлиять. Что мы можем влиять только на свой мир. То есть, мы можем влиять только на свою реальность, а вторгаться в чужую реальность мы не можем. Некоторые авторы так говорят. Я с этими авторами не согласен, поэтому и записываю вот этот ролик, и буду показывать еще много различных, и буду рассказывать еще о других различных опытах, которые будут помогать нам лучше разобраться в этом интересном, таинственном, малоизученном явлении, как сила мысли. Оно очень обширно, оно принимает самые различные формы, и только благодаря изучению и открытому уму любознательности, ознакомлению с различными источниками, а также своей практике из личной жизни мы сможем углубиться в силу мысли и понять ее еще лучше. Я думаю, вам будет теперь уже еще интереснее заниматься медитацией и наводить порядок в своих мыслях. Возможно, какие-то из этих мыслей к вам пришли извне от других людей. Посмотрите, как чувствуется изнутри, когда на человека влияет. Вот как описывали вот это состояние, когда человеку внушались мысленно, внушались некие двигательные акты, чтобы он совершил. Как человек, на которого оказывалось воздействие, ощущал это. Это цитата. Он чувствовал оцепенение, ощущаемое во всем теле. Иногда это было ощущение мурашек. Затем в определенной группе мышц своего тела подмечалось влияние какого-то постороннего импульса, которому этот человек подчинялся и двигал там рукой или ногой. То есть это автоматическое действие, так скажем, которому испытуемые почти бессознательно подчинялись. Сейчас мы подходим к самому, я думаю, интересному вопросу, который возникает у вас. Как сделать это мысленное внушение другому человеку? Потому что эта часть более интересная. Как лучше всего внушать свои мысли другим людям? Экспериментаторы пришли вот к таким выводам. Итак, первое. Это содержание мысленного внушения должно сопровождаться мысленным образом лица, которому направляется внушение. Нужно мысленно сформулировать задание и сознательно отправить, представив его образ, как можно более ярко. Итак, первое основное такое задание, первый основной пункт, это обязательно, когда передается мысленное внушение другому человеку, представляется его образ. Так, первое. Надо представить мысленный образ человека, которому направляется внушение. Это, я думаю, очевидно. Второе. Представить как можно более ярко. У меня есть видео о том, как развивать свое воображение, и там более подробно об этом рассказывается. Визуализация играет огромную роль, большущую роль в силе мысли. И это мы прослеживаем опять-таки и из вот этих выводов, которые мы читаем на страницах этой книги. Там четко говорится, что нужно представить образ человека, которому мы посылаем внушение, как можно более ярко. Соответственно, люди, у которых получается это слабо, у них слабо это выйдет. Люди, у которых получается это ярко, ярко вообразить образ человека, у них получится это гораздо лучше. Это важный момент. И еще один самый важный момент, самый важный пункт, я оставил напоследок, для тех, кто смотрит видео до конца, самый важный, самый нужный элемент. В этой книге есть вот такая цитата «Засыпание и пробуждение наступало уже до первой минуты, однако в некоторых случаях затягивалось до 10 минут и еще больше. Такое запаздывание обусловлено способностью индуктора сосредотачиваться на передаваемом внушении». Итак, посмотрите, о чем говорит эта фраза. Она говорит о том, насколько важно умение сосредотачивать свое внимание. Это ключевой момент. У меня есть видео, где я говорю о том, насколько умение сосредотачивать свое внимание играет огромную роль в силе мысли. Это основополагающий элемент. Это, можно сказать, фундамент. И опять-таки, мы эту мысль встречаем вот в этой книге. Исследователи, которые изучают телепатию, которые провели множество опытов, они тоже приходят к этому выводу. То есть, чем лучше у человека концентрация внимания, чем лучше у человека сосредоточение внимания, тем быстрее наступает реализация намерения. Обратите внимание на вот этот пункт. Это очень важно. Соответственно, нам нужно, когда мы говорим о каких-то экспериментах по силе мысли, мы уже не можем просто так поверхностно рассуждать. Что-то типа, а я воздействовал на одного человека с силой мысли? у меня получилось, а другой человек говорит, а я воздействовал на этого человека, у меня не получилось. Это не тот разговор, который нужно вести. Нужно вести разговор о том, насколько сильная концентрация внимания у людей, которые воздействуют. то есть, в данном случае, если говорить об экспериментах, у индуктора, у человека, который посылает мысленное внушение другому человеку, насколько сильно у него сосредоточение внимания, насколько сильно у него концентрация внимания. Вот что важно. Если этот навык хорошо развит, то получать конкретные результаты по силе мысли гораздо легче. И наоборот, если этого навыка нету, если нет, то есть, если человек не тренирует этот навык концентрации внимания и вообще на него не обращает внимания, то тогда результаты будут слабенькие. Это я вам говорю, потому что еще раз хочу напомнить об исключительной важности концентрации внимания. И вот эта мысль, она прослеживается во многих учениях, как я это уже говорил, в том ролике. А теперь еще раз мы встречаем эту мысль в этой книге по экспериментальному исследованию мысленного внушения. Явления по силе мысли огромные, они таинственные, загадочные, очень интересные. и далее в своих видео я об этом буду рассказывать более подробно со всех сторон на разные темы, также приводить случаи из своей жизни. Обязательно практикуйтесь, потому что слушать истории других людей это одно, а когда исполняются свои намерения, когда исполняются свои желания с помощью силы мысли, это уже совсем другое. и вы уже смотрите на это явление, на явление силы мысли в жизни человека совершенно по-другому. Поэтому обязательно нужно иметь свой личный, позитивный, положительный опыт. Если его у вас еще пока нет, продолжайте развиваться, продолжайте изучать, потому что эта тема с одной стороны простая, вроде как управляйте мыслями и чувствами и получите то, что хотите. Но с другой стороны тут есть свои нюансы, свои подводные камни и свои подсознательные законы и явления, которые действуют. Всем желаю успехов на пути к своей силе мысли. Субтитры создавал DimaTorzok